Повысить сплоченность и солидарность стран ОДКБ и работать на авторитет военно-политического блока в мире. Это лишь часть глобальных целей, которые ставит Беларусь. К нашей стране переходит председательство в организации договора коллективной безопасности. Приоритеты Минска представил наш президент на саммите в Ереване. Александр Лукашенко четко очертил все геополитические рамки, называя вещи своими именами. Налицо и кризис международных отношений, и серьезное обострение ситуации на Евразийском континенте. Белорусский лидер призвал коллег к солидарности перед лицом гибридных и не только угроз. Ну а Беларусь всегда работала и будет работать на укрепление мира и безопасности. За саммитом в Армении следила Наталья Бриос. Пока белорусский борт номер один еще был в небе, в центре армянской столицы уже собирался настоящий журналистский интернационал. Пулы из Минска и Москвы, Еревана и Астаны, Бишкека и Душанбе. Александр Лукашенко еще только видел в иллюминатор Арарата, оператор и репортер уже в полной боевой готовности. К саммиту УДКБ приковано большое внимание. Армения принимает лидеров УДКБ как страна, которая завершает свое председательство в организации. Эта встреча много значит для Еревана. Именно он был инициатором пары внеочередных онлайн-переговоров этой осенью. Чтобы все прошло гладко, заинтересован, кажется, не только встречающий гостей Пашинян протокольная редкость. Фотокоры в голос просят Джапарова поправить галстук. Вот так по-свойски в УДКБ так получается далеко не всегда. Больше единства организации сегодня точно не помешает. В сентябре, в момент очередной эскалации на армия на азербайджанской границе, УДКБ направило мониторинговую миссию. Но чувствуется, и Ереван ожидал большего. Фактически до сегодняшнего дня нам не удалось прийти к решению по поводу реакции УДКБ на агрессию Азербайджана против Армении. Эти факты наносят огромный урон имиджу УДКБ, как внутри нашей страны, так и за ее пределами. И я расцениваю это как главную неудачу председательства Армении в УДКБ. Из хорошего избежать внутри государственного хаоса помогли Казахстану. Такая, по сути, с корабля на бал. Приехал сразу после переизбрания на высший пост. 2022-й начинался, да и вообще был не самым простым для казахстанского президента. УДКБ подставило миротворческое плечо. Александр Лукашенко отреагирует на сказанное Пашиняном, но сначала напомнит коллегам однополярному миру конец. Система международных отношений в кризисе, болевых точек на планете хватает, увы, на Евразийском континенте в том числе. Североатлантический альянс окончательно закрепил антироссийские, антибелорусские векторы деятельности организации на обозримую перспективу. По собственной инициативе прерывал с нами все контакты. Под предлогом сдерживания якобы агрессивного поведения России ее союзников идет планомерное наращивание военного присутствия Штатов и других стран НАТО у западных границ ОДКБ. Что же у наших границ? Запад продолжает перебрасывать на воскошный фланг НАТО войска вооружения и военную технику. Повышается интенсивность их мероприятий, оперативной и боевой подготовки. Что это? Как неосвоение потенциального театра боевых действий. Решение о развертывании региональной группировки войск Беларуси и России, которую мы приняли с президентом России недавно, естественная реакция на те вызовы, которые мы наблюдаем. За свой курс санкционная плетка, за независимую политику, прессинг, укращение строптивых стран 21 века. Приправьте обстановку энергетическим и продовольственными проблемами и не забудьте гонку вооружений, за которой торчат уши лоббистов американского военпрома. И вот она, картина мира. Мира, где все чаще заговаривают о ядерном оружии. Польское руководство декларирует готовность разместить у себя ядерное оружие. Хорошо, что у американцев надо отдать должное им. Еще сохранились здравомыслящие люди, которые прекрасно понимают опасности ядерных игр, особенно с непредсказуемыми партнерами. Наше твердое убеждение ядерному шантажу не должно быть место в международной политике. Повторю, известный тезис о ядерной войне победителей не будет. Вспомните, великий физик Альберт Эйнштейн когда-то сказал, я не знаю, каким оружием будет вестись третья мировая война, но четвертое точно палками и камерами. Глядя на то, что сегодня происходит в мире, как тут не вспомнить Украину, президент был максимально погружен, помогая выйти на разрешение конфликта. С 2014-го делаем все для мира там. Но, как говорится, было бы желание. Страны Запада обвинили и продолжают обвинять нас во всех смертных грехах. Пытаются всеми силами втянуть Беларусь в этот конфликт. Хотя сразу по уши в этом тянули. На их полигонах проходит обучение тысяч украинских солдат по натовским программам. Киев обеспечивает западным вооружением военной техники. Что это, если не прямая вовлеченность конфликта тех, кто сегодня готовит этих боевиков для войны в Украине? А как понимать заявление генсек НАТО, который говорит, что поражение Украины будет означать поражение Североатлантической Алиации? События в Украине это как набирающие силы торнадо, которые затягивают в свою воронку все большее количество стран и создают все новые проблемы. Надо остановить это пролитие и начать переговоры о миру. Вопрос в том, дадут ли Украине сесть за стол переговоры. Можно ли в этой обстановке назвать УДКБ примером? Вряд ли. Страны блока друг за дружку горой отнюдь не всегда. Не так это оказывается и просто, когда уже очень умело подливают масло в огонь по всему периметру России. Сначала полыхнула Украина, в 20-м пытались разрушить Беларусь, в январе Казахстан устоял, и вот Баку и Ереван снова в напряжении. Это мнение всех. Мы не в стороне. Мы не так, как сказал здесь Николай, бывает, что ДКБ не удержало Азербайджан от агрессии. Не наше дело кого-то удерживать, но по факту мы должны реагировать. Так мы готовы реагировать. Мы готовы. И миссию сегодня в наших интересах в армально-азербайджанском конфликте выражает полностью Россию. С этим согласился и Азербайджан, и Ереван. Давайте в этом направлении двигаться. Давайте договоримся. Давайте все сделаем, чтобы не гибли там люди. Это будет с удовольствием воспринято в армянском и азербайджанском обществе. Да, Николай Муачев, есть нюансы. И серьезные, может быть. Но мы можем этот конфликт, который может разгореться опять, в корне урегулировать сейчас. При желании, прежде всего, руководства Армении, ну и, естественно, Азербайджана. Кстати, я буду об этом говорить. Это один из приоритетов белорусского председательства. Мы должны закрывать на это глаза. Сможем мы решить эту проблему или нет, но это должны быть центры внимания ОТК. Но надо понимать, что конфликт между двумя соседними и близкими, дружественными государствами. Только в этом причина, а не потому, что мы хотим угодить одной стороне, в ушах в другой. Армяне нам не чужие люди. И не понимаем, зачем здесь, в этом конфликте, кроме России еще, Евросоюз и ОБСЕ. Чтобы далее вбивать кол в отношения между нами, между союзниками. Так ведь было всегда. В истории всегда было так. Там, где так называемые ОБСЕ, ЕС, читай НАТО и американцы за спиной, там обязательно будут проблемы. Но мы это знаем. Знаем, к чему приводит такого рода посредничество. Просто будет, как минимум, заморожен этот конфликт опять на долгие годы. Им не нужны стабильности мир в нашем регионе, а нужна управляемая и мирозорка. Конфликтная ситуация на границе Кыргызстана и Таджикистана. И с той же ОПЕ. Нас сталкивают с толбами. Не надо этих драк. Потому что в этот костер будут паления все время и головешки подбрасывать. Это нам не нужно. Большая часть разговора за закрытыми дверями общались так три часа, прежде чем подключились делегации. Как все прошло, насколько мог, пролил свет наш президент. Очень много говорили. Многое то, что мы обсуждали, конечно, не подлежит оглашению. Но я человек уже опытный и не молодой в этом плане политик. Впервые вот такой был честный, откровенный разговор. И вот Николай Уайович сказал, что мы и по 15 пунктам достигли договоренности. Один пункт, который мы долго согласовывали, МИДы наши, предложили поправки наши армянские друзья. Мы его решили сегодня не принимать, не углубляться. Но впервые мы договорились о том, и было конкретное движение в этом направлении, что есть точки соприкосновения, чтобы прийти к согласию. Ну и как мы все поняли по нынешнему председательствующему, что этот конфликт армяно-азербайджанский, если так вот будем действовать, как сегодня обсуждали мы, он закончится и будет заключен мирный договор. Я, например, это с воодушевлением воспринимаю. Ну, коль Николай Уайович молчит, значит, он тоже согласен, что я только что сказал. Вот видите, согласен. Это что касается нашего внутреннего контура. Есть у нас и другие недостатки, которые, и другие конфликты, которые мы должны разрешить. И там, как сказал Мали Шарипов сегодня, есть очень серьезное движение вперед с президентом Кыргызстана. Нам надо убрать эти конфликты, если мы хотим быть настоящей ответственной организацией. Если мы не можем в своем кругу решить эти вопросы и продвинуться, ну, тогда я согласен с вами, на что мы тогда способны. Поэтому есть очень серьезные шаги вперед в этом направлении. Резюме. Не нужно искать помощи на стороне, сила в нас самих. Александр Лукашенко не просто много говорил о солидарности, которая всем остальным нужна точно даже больше, чем нам. Но и о том, что Беларусь готова для этого делать. Учитывая, что председательство в организации переходит к Минску, берем на себя важную миссию – повысить сплоченность в страну ДКБ и работать на авторитет военно-политического блока в мире. Урегулирование кризисных ситуаций – наипервейший приоритет. Нам всем нужен мир. И как мы все абсолютно единогласно заявили, война никому не нужна. Белорусское председательство предпримет все возможные дипломатические усилия, направленные на деэскалацию напряженности, уменьшение конфликтного потенциала, а также на повышение уровня взаимного доверия через совместные действия государств-членов ДКБ. Это позволит зафиксировать лидирующую роль организации в вопросах обеспечения и укрепления региональной безопасности в зоне нашей ответственности. Наши совместные усилия должны оказывать благотворное влияние и на ситуацию в зоне ответственности ОДКБ, в том числе в Восточноевропейском регионе. Мировой авторитет сложно, но можно и нужно зарабатывать. ОДКБ под патронатом Беларуси будет это делать, и пусть даже на передовой не расслабишься. Широкое обсуждение международной повестки в разрезе интересов ОДКБ видим на полях международной конференции высокого уровня по проблематике евразийской безопасности с приглашением высших должностных лиц, секретариатов ООН, ШОС, СНГ, других международных организаций. Мероприятие планируем провести в Минске в следующем году. Среди приоритетов Минска укрепление аналитики и прогнозирование ОДКБ нужен, по сути, общий мозговой центр, способный предвидеть проблемы, а также укрепление военной составляющей. Здесь хороший опыт есть и у Минска и Москвы. Без этого ничего не будет. Безусловно, что реализация обозначенных предложений возможно только при условии поддержки всех государств, членов ОДКБ. Право скажу, мы на это рассчитываем. Знаете, в последнее время вот в средствах массовой информации это будет развиваться тезис. Жизнь, судьба ОДКБ зависит от операции Российской Федерации в Украине. Если Россия победит, ОДКБ будет жить. Если, не дай Бог, не победит, ОДКБ существовать не будет. И в наших странах тоже многие горячие головы начали обсуждать эту проблему. Чувствую, что мы пришли к единому мнению, что если, не дай Бог, рухнет Россия, то под этими обломками наше место. Поэтому мы не только друга должны защищать, но понимать, как всегда мы в обычное время говорили, Россия, Россия, главная ее роль. Так вот, не должно даже быть таких разговоров. Мы не собираемся с военной политической арены уходить. ОДКБ будет существовать, и никто нигде не рухнет. Но единство нам нужно. По итогам Ереванского саммита подписан пакет документов, который поможет странам взаимодействовать лучше. В ОДКБ ротация на посту генсека организации Станислава Зася сменит и Манголита Смагомбетов из Казахстана. Уходящего секретаря отметили наградой. Ну а очередную встречу военно-политического блока пока намечают на осень. Что ж, в следующий раз лидеров ОДКБ ждут в Беларуси. Ереван передал эстафету, и уже Минск будет принимать саммит организации на правах председательствующей страны. Хорошо, если жизнь не поставит перед ОДКБ вопросы, которые нужно будет обсуждать раньше. Хочется в это верить. Как всегда, верить в лучшее. Наталья Брилс, Александр Олешко, агентство теленовостей, Ереван, Армения.